Здравствуйте, мои дорогие девочки! Вот на такой замечательной колоде автора Чиро Морчити мы с вами сейчас сделаем большой расклад. Это расклад общий, который будет отвечать на вопрос его истинные чувства и намерения на данный период времени к вам. Пожалуйста, представьте своего человека, которого вы хотите спросить колоду. Назовите его имя про себя или вслух. Вспомните кратко счастливые моменты и можете обозначить период. Я буду смотреть расклад на данный момент, на данный период времени делать просмотр, а вы можете загадать любой период, который вам комфортен. Итак, большой расклад предполагает выкладку 36 карт, 4 ряда, по 9 карт у каждой карты свой дом, соответственно, трактуется, какая карта попала в какой дом, выдается информация. Итак, истинные чувства и намерения на данный период времени мужчины и девушки, которые сейчас меня смотрят. истинные чувства и намерения. Колода очень красивая. Здесь мужчина и женщина представлены в двух ипостасях, в такой сексуальной красивой и духовной ипостасях. Соответственно, более подробно трактуется расклад. Итак, истинные чувства и намерения загаданного человека к девушке, которая сейчас меня смотрит. Неважно, когда вам попался этот расклад, общие расклады попадаются в нужное время и проигрываются у тех, кто наткнулся на них случайно. Истинные чувства и намерения загаданного мужчины к той девушке, которая сейчас стремится к вам, хочет карта Аисте, которая сейчас меня смотрит. Первая карта – дом встреч. И здесь у нас выпадает лилия. Разговор о том, что человеку хотелось бы владеть ситуацией. И, конечно, в доме корабля выпадает, вот видите, первая карта – дом всадника. Человек стремится, возможно, вы в ссоре, человек стремится к примирению и хотел бы двигаться. В его жизни все остановилось тяжким грузом, но душе лежит ваше либо расставание, либо размолвка. Смотрите, в доме змеи у нас выпадает карта крест. Так, сейчас мне надо, чтобы у нас с вами все вошло в кадр, потому что расклад большой. Это говорит о том, что а с соперницей не все так хорошо, как ему бы хотелось, если вообще она имеет место быть. человеку одиноко, пока никто не вышел, ни вы, ни он. И вы знаете, я хочу сказать, вот вышел корабль, а в доме корабля у нас ссадник, а человек хотел бы приехать к вам в состоянии позитива, с подарками, в состоянии даже о влюбленности. Сейчас расклад покажет, приедет ли, созреет ли все-таки. Хотеть это одно, а сделать это совсем другое, да. Пока нет главных героев, ни вас, ни его. В доме косы выпадает карта двуличия, да, карта маски и разговор о том, что человек решил прекращать вести, резко решил прекратить вести двойной игрок. Вместо силы одиннадцатый дом и одиннадцатая карта выпала в своем доме. Это карта плейзи метла, то есть ссора явно была очень сильная между вами. И явно тут была ревность, было, казалось кому-то, возможно вам, что вы находитесь в любовном треугольнике. Партнер хочет, смотрите, хочет идти в новое, но четырнадцатый дом опять карта места силы, леса в своем доме. Человек находится в иллюзиях, сам не понимает, куда ему двигаться, ставит цели, но не может их достичь. И всего скорее меня смотрит девушка, которая встречалась с мужчиной не свободным, у которого в семье сейчас все очень плохо. Ему бы хотелось рассказать о том, как ему одиноко. в доме саду. Смотрите, сад это желание романтичного общения. И вот смотрите, мужчина смотрит на письмо, он хочет выйти на связь с вами, он хочет вам написать, рассказать о том, как ему одиноко, рассказать, выложить все, что у него на душе. Сам сад у нас находится, сама карта сад, в доме медведя, а медведь вот в звездах мужчина просто видит вас во снах и мечтает выйти с вами на связь. Смотрите, а вот и карта Аистер. И она выпадает в доме горы. То есть я вам хочу сказать, что по этой карте мужчина понимает, что когда-то если он выбирал между вами кем-то, он сделал неправильный выбор, потому что тяжелым камнем легла на него та ситуация, которая сейчас у него в семье. Он понимает, что он повел себя неправильно. Он, кстати, вас ревнует по этому. Что на сердце? На сердце чувство рыбы. Вы знаете, тут разговор даже о том, что мужчина хочет развода, если разговор идет о... Если меня смотрят девочки, которые встречаются с несвободным мужчиной, либо думают, загадали несвободного мужчину, мужчина думает о разводе. У него там все плохо, в доме аистов крысы. Его там обманывают. Смотрите, в доме письма, карта, букет. Он хочет написать вам письмо. Я уже говорила о том, как ему одиноко. Хочет вызвать в вас своим письмом, своим сообщением позитивные переживания, эмоции. Смотрите, в доме мужчины карта компас. Мужчина меняет направление в своей жизни. Смотрите, в вашем доме, женский дом, карта сердца. Это карта любви. Вы по-прежнему ждете этого мужчину, по-прежнему его любите. и у него в ногах это сердце. Мужчина спровоцировал ту ссору, ту ругань, которая между вами произошла. И он понимает, как он был неправ. Ему то, что в ногах это действие, то, что в голове у героя это мысли, то, что впереди это возможно будущее. Вот смотрите, в вашем доме сердце. В доме сердца рыбы. Мужчина хочет вкладываться в ваше отношение. Он боится вашей холодности. Он боится, что вы уже привыкли жить одна. Скрывает свою страсть. В доме солнца у нас книга. Ночами много думает о вас. Вышли вы в доме луны. Ваша энергетика в такой сексуальной постаси. Он постоянно вас представляет себе обнаженной либо полу обнаженной. постоянно представляет себе какие-то игры между вами интимного характера. Вы тут будете думать, даже если мужчина выйдет с предложением, вы тут еще будете думать, вы тут еще будете плакать даже, потому что не будете знать, как вам поступить. И хочется и колется. да, смотрите, карта любовного треугольника вышла в доме рыбы, в доме сердца. Мужчина создал треугольник и обидел вас тем самым. Вы не просто обижены, это даже нельзя сказать обидой. Мужчина просто так, знаете, вот подставил, вы тут еще если будете мириться, все зависит от вас, вы ему тут припомните, конечно, разговор об этом, да, смотрите, у вас в мыслях, в голове, что это все его игра очередная, что он все равно вас обманет. Смотрим, да, последняя карта и эта карта в доме креста, карта путаницы лабиринта, то есть мужчина-то выйдет к вам с предложением, да, на эмоциях, вот он я, а вы тут будете думать, будете переживать, запутаетесь окончательно. В этой колоде больше, чем 36 карт, и есть карты, которые не вышли, и мы сейчас их тоже рассмотрим. Смотрите, карта горящих постов, уходит ситуация качелей эмоциональных, возможно, вы уже успокоились, да, и мужчина, судя вот по этой карте, решил прекратить эти эмоциональные качели, созрел. Начинается новый период, знаете, первый шаг какой-то стабильности, но самой стабильности на данный, о самой стабильности ваших отношениях на данный период говорить не приходится. У вас нет общего дома, общей крыши, это говорит о том, что вы не проживаете вместе, но в доме дома карта собака хотели бы, оба, кстати, оба хотели бы. Не вышли вы вот такая, вот, знаете, в духовной ипостаси разговор о том, что вы, мужчина, горите к мужчине страстью, и мало думаете о себе, решаете все через страсть, да, через физическое влечение, и знаете, можете даже так махнуть рукой, вот что будет. Не выпала карта клевера, это карта удачи, мужчина глубоко сомневается в том, что его попытка будет удачно связаться с вами и вывести отношения на новый уровень. Не вышла карта, видите, это карта дерева, карта судьбы, то есть в настоящем времени, либо в тот период, который вы загадали, судьба двоих, вас, кто меня смотрит и его, не будет определена дальнейшая, вот именно в загаданный период, то есть тяжелым камнем, повторюсь, ложиться, это ситуация на вас обоих, вам обоим и тяжело друг без друга и вместе вот что-то не особо получается, но я вас хочу обрадовать, вот эту карту я не то, что не люблю, я люблю все карты, но вот эта карта, она очень тяжелая и она не выпала, это карта неправильных отношений, совы, видите, это карта, когда катаются в лодке двое, гребет один, то есть ситуация не будет предусматривать тот момент, когда вас будут потреблять, то есть мужчина идет с чистыми намерениями, смотрите, он отворачивается от той семьи, которая у него есть и смотрит письмо, в доме письма, букет, он хочет вам сказать, что он хочет к вам приехать, он хочет просить разрешения приехать, период, когда вы заливались слезами и когда по тучам оба хмурились, переживали, страдали, уходит, не вышла эта карта, смотрите, змея не вышла и змея в раскладе не участвует вообще, то есть роль соперницы, если таковая у вас имеется, а она, судя по раскладу, имеется, смотрите, если ситуация не проигрывается, значит, и ваш расклад, не тратьте время, не смотрите, и смотрите, змея не вышла, то есть соперница ваша в загаданный вам период ничего не решает, в настоящем времени, по крайней мере, расклад об этом говорит, абсолютно ничего не решает, и кроме того, седьмая карта, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, смотрите, крест стоит в доме змеи, крест, то есть мужчина планирует поставить крест на ней, он не планирует придираться ни к вам, ни к ней, не планирует выяснять что-то, и смотрите, вот не вышел мужчина вот в такой сексуальной ипостаси, с одной стороны, это плохо, как же, что же, он не заинтересован в вас сексуально, нет, я вам скажу так, что мужчина начал думать не нижним местом, как часто бывает, а головой, начал думать через сердце, начал думать адекватно, и смотрит, еще раз говорю, на письмо ногах ему, сердце, восстановить любовные отношения, выйти с вами на связь, тяжело ему после этой ссоры с вами, после, может, выяснение какое-то, может, вы ему поставили какие-то такие условия, и он серьезно об этом задумался, понимаете, смотрите, теперь рассматриваем, вообще, большой расклад, можно читать часами, и в каком бы направлении мы его с вами не читали, будет подтверждаться та или иная информация, теперь давайте посмотрим вашу, от вас идущую диагональ, кстати, хочу сказать, а когда, чем ниже ряд, в котором находится главный герой, в данном случае вы в нижнем ряду, это говорит о том, что у человека абсолютно адекватное отношение к ситуации, и чем выше находится загаданный герой, допустим, по ряду, говорит о том, что он более легкомысленен в этой ситуации, вы, в принципе, почти на одной позиции, вы с мужчиной пересекаетесь на том, что когда-то была игра, основанная на предательстве, то есть мужчина играл вашими отношениями, ему нравилось, он себя пытался, знаете, как-то возвысить за счет этих отношений, а теперь пришел к выводу, что ему нужно любовь-то и туда гонять, спасать, вы с ним пересекаетесь на карте сердца, вы отвернулись от этого сердца, вы смотрите на развилку, но страсти в вашей голове, можно тут сказать о том, что у вас на почве того, что произошло, чувства как-то стали, понимаете, остывать, уходить, а у него наоборот, ему наоборот вспомнилось все и захотелось все вернуть, захотелось быть романтичным, захотелось быть счастливым с вами, захотелось вас сделать счастливой, вы не такая простая, вы тут смотрите на развилку и будете решать, еще раз говорю, решать будете вы, спасите, что делать с этими отношениями, потому что впереди любовный треугольник и вам кажется, что все, стоит вам только согласиться вернуть эти отношения, мужчина опять переиграет и опять вы вернетесь в этот треугольник, который вы вообще как бы не хотели, не можете себе позволить, вы себя уже оценили, вы себя поняли, вы знаете, чего вы хотите, вы хотите нового идти, нового статуса в этих отношениях, но не знаете, что будет дальше, а я вам хочу сказать, смотрите, читаем диагональ, рыбы, медведь, башня, в вашем потенциале рулить этими отношениями и избавиться от одиночества, понимаете, решение, возможно, вам будет даваться нелегко, и какое вы примете решение, я пока здесь не вижу, я вижу только то, что мужчина будет к вам проявляться, будет проявляться со своими лучшими намерениями, с надеждой на то, что вы его примете, я вам хочу сказать, что по этому раскладу мужчина очень соскучился, он многое осознал, не все до конца, но осознал, смотрите, рассматриваем его диагональ, принимает решение, берет направление, компас, это взять направление, куда он берет направление, прекратить, рядом с картой плеть, луна, прекратить эту мутную ситуацию, непонятную с любовным треугольником, потому что луна в доме птиц, и идти на примирение к вам в дом, идти с примирением, идти с кольцом в доме собаки кольцо, идти с кольцом. Удивительно, что не вышла змея, то есть, еще раз говорю, не знаю, насколько вам понравится эта информация, что роль соперницы абсолютно исчерпала себя, ее важность в его жизни закончилась, она не ресурсовая, для него, он не рассматривает ее как потенциал для счастливой жизни, для своей счастливой жизни. Я всегда предлагаю своим клиентам посмотреть на свечи. Черный инь-янь, черный подсвечник это женские энергии, белый подсвечник это мужские энергии, и свечи горят ровно. Иногда, когда я делаю клиентам такой расклад, если мужчина отказывается от женщины, либо пытается как-то тут хитрить, начинает гаснуть, либо убавляется огонь у свечи с мужской энергией, понимаете, с мужским началом, и наоборот, соответственно, свечи горят ровно. разговор о том, что оба хотят идти в новое, оба хотят идти в будущее, но мужчина тут принял решение о разводе. Это тот самый редкий случай, когда вообще проигрывается такая ситуация. За всю мою практику раскладов, за практику личных раскладов, девочкам делал расклады, один или два раза было, когда мужчина имел искреннее намерение разойтись с одной дамой и пойти к той даме, которая заказала расклад, быть с ней искренне, по-настоящему. Все остальное, знаете, все игры какие-то, самоутверждения, хитрости какие-то, использование, да, ведь мы что имеем в жизни, мы притягиваем это сами. Если вы позволяете мужчине собой манипулировать, ставить себя, поставить себя третьей стенкой в треугольнике, то вы один раз позволили, а мужчина уже в это вцепился, значит, это нормально для вас. Понимаете, девочки, берегите себя, ограничивайте себя в желаниях быть третьим в отношениях, понимаете, не факт, что вы будете главным, что вы выиграете эту войну с огромным, с огромными энергозатратами, где страдают все. Учитесь трезво, адекватно выяснять приоритеты ситуации свои и партнера. Ну, это все лирика. Для тех, кто смотрит меня, для тех, кто, возможно, ждал этого расклада, я хочу сказать хорошие новости. Мужчина собрался к вам искренне. Он настолько настрадался, ему настолько тяжело от того, что вы с ним, похоже, разорвали отношения, что он решил все обдумать, до мелочей обдумать, да, решил все обдумать и очень рассчитывает на успех. Я желаю, чтобы у каждой, кто меня смотрит, проигрался этот расклад. К слову сказать, такой расклад вы можете заказать лично у меня. Этот расклад послужит для вас как пример, как выглядит большой расклад на колоде чермачете с вашим вопросом, который вы зададите, с вашим периодом, который вы загадаете. Я желаю всем любви, я желаю всем счастья, взаимопонимания и обязательно оценить себя по достоинству, не давать себя в обиду.